Привет, странник! Я рад тебя видеть! Сегодня немножко необычный выпуск. Поищем что-нибудь этакое, забористое и интересное. Я немножко подумал и решил, что мы с тобой будем искать, наверное, все-таки в Антарктиде что-нибудь. Думаю, ты не против. Итак, давай начнем. Здесь есть несколько интересных мест, которые мы вместе с тобой увидим и найдем. Будь внимателен. Возможно, именно ты увидишь что-то необычное и что-то интересное. Итак, давай приступим к нашим изысканиям истины. Вот интересное место, которое я хочу показать тебе. Оно находится вот здесь. Давай посмотрим, что же там интересного. Так, на первый взгляд, в принципе, давай посмотрим. Вроде бы как ничего не привлекает особого внимания. При беглом осмотре я тоже так же решил. Но за что уцепился мой взгляд сначала, это вот за вот это место, которое я решил приблизить и рассмотреть. Но оказалось, что это какая-то трещина и ужасного качества, поэтому в основном интереса особого она не представляет. Потом моему взору возник вот этот вот, я даже не знаю, треугольник черный. Какое-то отверстие треугольной формы. Хотя, возможно, это и какая-то скала, типа камня, а это просто тень. Такое тоже, возможно, как бы обман зрения. Да, вот издалека видно, что это, возможно, скорее всего, камень. Ну да ладно. Я стал скрупулезно изучать дальше этот снимок. Приближал отдаленные участки. Рассматривал. Да, именно сейчас ты видишь, как происходят поиски. Это довольно-таки захватывающе и интересно. Но для кого-то это покажется нудно и скучно. Ха-ха. Итак, я дошел до этой точки. И вот эта часть меня заинтересовала. Что я и сделал. Я ее приблизил и посмотрел. Интересный камень. Своеобразной формы. Но больше я сказать об этом ничего не могу. Так как качество, вы сами наблюдаете это. При ближайшем рассмотрении оно вообще падает. И в принципе мы это тоже оставим на волю природы. Этот камешек. Пойдем дальше. И вот тут я увидел кое-что намного интересней. Надеюсь, ты это видишь и сам. Или сама. Смотри. Вот сюда. Этот камень на что-то похож буквально-таки. Он похож на стоящего вдалеке человека. И наблюдающего за тем, кто снимает этот вот панораму. Я решил это дело приблизить. И я был в шоке, если честно. Потому что это так и есть. Ну а что интересно, этот человек не в шапке. Как мы видим. Вот его рука. Вот другая рука. Видимо в кармане. А это перед корпусом. Как я вижу, вот не знаю, как кто из вас увидит. Но я вижу, что он без шапки. И довольно-таки странное лицо у него. Но что явно, это человек. Вот судя по тени на камне от солнца. Все получается у нас. Поэтому это кто-то стоит и наблюдает за нами. Явно. Вот такая находка, ребят. Что же это на самом деле? Ну, вряд ли об этом кто-то узнает. Поехали дальше. Выйдем из этой панорамы. Вот они координаты. Можете записать. И рядом с этими координатами будет вот эта проекция 360. Заходите в нее и там все увидите сами. Программа Google Air Pro. Я напишу под видео в комментарии. В описании, вернее. Название этой программы. Так, ну что. Поменяем ракурс. Сделаем его сверху. И приступим к следующим нашим находкам. Находится вот здесь следующее. Перейдем к ней. Я ее не сразу нашел. Потому что она в общем таком укромном месте находится. Огромная дырень. В земле. По замере мы посмотрим, что она из себя представляет. Ну, если вот взять вот от начала и до конца. Вот примерно так. Да, получается у нас вот 767. 768 где-то метров. Длина ее. И ширина. Вот так. 400 метров. Довольно-таки глубокая ямка, я скажу так. Явно не метеорного происхождения. А что за ямка такая-то? Это уже другой вопрос. Это даже как бы не ямка, а больше похоже на вход в пещеру. В какую-то огромную, да? И вот судя по вот этой вот части, которая просто обвалилась или обломалась. Ну, как-то вдавленный интерес внутрь. Что она водит на своего рода мыслей? Что думаешь ты? Напиши об этом. Лично я не знаю, что это такое. Да, координаты так же. Вот они. Нажмите на паузу, запишите и смотрите. Так, ну что, приступим дальше. Да, кстати, вот здесь же рядом находится тоже такое вот интересное место. Довольно-таки, я считаю, очень интересное. Если бы пофантазировать, то это как бы заваленный проход куда-то, да? То есть вот если по плоскости, это вершина, это бока. А вот перед, да? Если так вот взять, то получается, что как бы это больше похоже на какую-то дверь замурованную, на мой взгляд. Это все здесь же рядом находится. И так же, в общем, трещины идут, да? Видимо, они уходят далеко. Вот эти какие-то пятна непонятные. Так, что еще у нас есть? А у нас есть интересные... Я не знаю, как это назвать. Я назвал «Дороги на дне». Сейчас ты сам увидишь. Города-дороги. Вот, пожалуйста. Ну, явно, эта структура не природного происхождения. Это сто процентов. Вот, на мой взгляд, я бы сказал, что это древние города. Это дороги. Пути сообщения этих городов. Потому что если мы проведем вот аналогию от этого, например, вот... Ну, я не знаю, что это такое вот город. Пошла дорога. Вот еще один город. Да, или что это такое, я не могу объяснить. Но, к примеру, если это город старый, старинный, древний. Или, возможно, какие-то коммуникации. Опять же, дорога уходит. Вот, смотрите, когда вот... Вот идет. Так. Так. Сюда. И... Приходит она опять-таки сюда. От этого населенного пункта, мы видим, уходят дороги в разные стороны. Ну, что это дороги? Это, скорее всего, потому что они больно ровные. Вот. И, как мы видим, это напоминает... Вот автолюбители, если есть среди вас, когда открываешь Атлас... Ну, я не знаю, сейчас никто не открывает. Тут же все по GPS едут. Ну, вот раньше, кто из старых водителей, меня поймут. Открываешь, когда Атлас, прокладываешь путь до определенной точки. Ну, вот, примерно вот так это все и выглядит. В этом Атласе дорожном. Вот, видите? Явно это населенные пункты. Вот, вот. Так что вот так, друзья. От нас скрывают очень много. Не договаривают очень много. Что это на самом деле? Я понятия не имею. Могу только предполагать. И довольно-таки далеко видно. Даже вот мы отдалились. На приличное расстояние в космос. И все равно мы эту структуру видим очень хорошо. Здесь вот что-то еще встречается, да? Вот подобные какие-то остатки. Останки, остатки. И вот вся земля, как бы, да, испещрена вот этими дорогами. Вот что вот. Интересно. Здесь вообще какой-то перекресток. Так же и здесь. Ну, в общем, возникает много вопросов. Предвижу комментарии. Просто горе ученых. Ребята, давайте я вам еще раз покажу. Если вы доценты, профессора и так далее. Вот объясните мне происхождение вот этой структуры. Всего лишь. Вот. Это явно похоже на какую-то спираль. Со штоком внутри. Или на поселение. Строго выверенной геометрической формы. Но это явно не природного происхождения. Я просто уверен и просто вижу своими глазами, что вот, что здесь. Да вот, даже вот эта развязка и то интересная какая-то. Здесь же намного плотнее было поселение. То есть, видимо, что-то здесь крупнее было. Пауканчик. Да, но кто-то сейчас скажет, что это лава текла, вытекала. Но, блин, ребята, какая, простите за выражение, в задницу лава нарисует вам вот такой рисунок. Да никакая. Если говорить конкретнее, я говорил уже в видео, когда деревья были большие, что лава, она не может в такие кренделя выписывать. Тем более геометрически точные, выверенные и правильные. Если взять линейку и все промерить, оно все одинаково. Геометрически вот смотрим. 22. 22. Хвостики не смотрите, потому что я не точно прикладываю, не могу попасть точно вот прям, чтобы по миллиметру все. И ориентировочно прикидываю так вот. 22. Ну, если чуть туда сдвинуть. Все. Вот длина, получается, этого населенного пункта. 109 километров. 93 километра. Представляете, масштаб. Вот и подумайте теперь, какой грандиозный, какая эта конструкция вообще, какая она огромная. Если в длину составляет эта вот улица, более 100 километров, а не метров. Вот. Еще раз вот так. Вот. 113 километров. Представьте себе. Что же это такое? Я не знаю. Ну вот, в общем-то... И все. Самое интересное я вам показал. Вот так, друзья. Вопросов возникает намного больше, чем ответов. Ищите истину. Истина везде. Она вокруг вас. Истину прячут. Недосказывают. Недопоказывают. Умалчивают. Всячески пытаясь запутать, запудрить, затемнить, одеть шоры. Системе это выгодно. Система это и делает. Не поддавайтесь на ее уловки и провокации. Мира вам, любви и счастья. И успехов в поисках истины. И тогда ты станешь настоящим, великим странником. Понравился выпуск? Оформи подписку. Поставь лайк. Поделись этим выпуском со всеми. Напиши в комментарии, что ты думаешь об этом. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok